Привет, друзья! Продолжаем готовиться к праздникам. Сегодня я вам хочу дать очень вкусный и универсальный гарнир, который подходит к морепродуктам, к рыбе, к любым типам мяса, ну и которые можно кушать самостоятельно. Это итальянские ноки. Ингредиенты все такие, как мы любим, картошечка, лапша и тому подобное. Ноки это возможно типа украинских картофельных галушек, нечто подобное. Также мы сегодня с вами сделаем традиционный итальянский соус, томатный соус. Мы с вами его будем делать вот прямо на основе черри помидорок. Вперед! Килограмм картофеля ставим в духовку, запекаем его до готовности. В среднем время занимает час, час десять, час пятнадцать, в зависимости от духов. Давайте готовить соус. Мы не будем с вами ждать целый час. Оливковое масло, немного, буквально пару столовых ложек, половинка небольшой луковички, 3-4 зубчика чеснока, морковка, половинка достаточно, кусочек сельдерея. Можете использовать зеленую веточку сельдерея или же корень сельдерея. Совсем маленький-маленький кончик перчика чили. Как вы видите, овощей немного. Отправляем в сотейник. В томатном соусе главный ингредиент это томаты. Соль, перчик. Так, ребятки, поджариваем его до приятного золотистого оттенка, так чтобы овощи открылись. Ну вот, ребятки, видите, как овощи слегка поджарились. Не пережарьте их. Добавляем томаты. У меня здесь 800 грамм помидорок черри. Снижаем температуру и томим. Пока готовится наша картошечка и соус, мы сейчас с вами приготовим жареный хрен. Жареный хрен это удивительная специя, которая прекрасно сочетается с картофелем, с лапшой. Вот с нашим сегодняшним блюдом мы ноки. Натираем на крупной терке. Оливковое масло, как всегда. Добавлю еще немножко оливкового масла. В итоге получается 3 столовых ложки на 3-4 столовых ложки нашего хрена. Так, давай посмотрим, что у нас там с соусиком. Так, хорошо. Регулируйте огонь, не делайте слишком большим. Так, чтобы наш овощ не пережарился, не почернел. Так, наш соус. Мельчим его блендером. Сейчас тот самый момент, когда вы можете попробовать свой соус. Довести его на соль, перец, сахар, ну и тому подобное. После того, как вы добавите какие-либо ингредиенты, вы опять его доводите до кипения. И после этого мы с вами его перетрем через ситочки. Немножко солим. Ложку тростникового сахара. О, то, что доктор прописал. Добавим до кипения. Последний нюанс, это свежий базилик. Все смешали. Все, ставим в сторонку. В холодное место нам его не нужно убирать, потому что мы его будем сервировать, в общем-то, теплым, хорошо теплым. Картошка наша готова. Полностью готова, мягкая. Она сейчас горячая. Я ей дам минут 10, чтобы она остыла. Она нам понадобится теплая. Вот, посмотрите, какой у нас получился с вами жареный хрен. Видите, какая соломка. Золотистая. Золотистая, да. Я сейчас тебе дам, Анютка, попробовать. Давай, давай. Давай. Ну, знаешь, он такой островатый. Чувствуется, что поджаренный, хрустящий. Ну, интересно будет, как специя. Да, именно как специя, да? Необычно. Да, да. Все, чистим картофель от шкурки. Многие готовят моки из картофеля, который сварен в воде. Но я вам хочу, ребята, сказать, что, вот, пообратите внимание, видите, как картошечка, она прям даже поджарилась. То есть, у нее очень выразительный вкус и аромат. Даже слегкий такой привкус дымка. И поэтому продукт получится полный вкуса. Невероятно вкусный. Картофель наш остыл. Теперь необходимо его взвесить. Это очень важный момент. Каким образом определить пропорции муки? Итак, два к одному. Одна часть муки, две части картофеля. Сейчас я буду готовить муки так, как готовят традиционно в Италии. Одно яйцо, щепотка соли, черный перчик, мука. Готово. Видите, как оно проминается? Определяйте, что хорошее тесто именно вот так вот. Моем руки. И делаем колбаски. Порция у нас с вами получается достаточно большая. Поэтому я вам рекомендую сделать ее полностью. Все, что останется, на деревяшечку, в один слой, в морозильник. Заморозили, по мешочкам рассосовали. И наслаждайтесь в течение 3-4 месяцев. Колбаски наши готовы. На подсыпку муки не жалейте. В среднем сантиметр. Ну, теперь давайте делать ноки. Все просто. Вилочка придавили, закрутили. Вот эти вот все ямочки, они будут заполняться соусом. По сути, именно для этого же все это делается. Хотя, в принципе, вы можете и не заниматься этой, скажем так, этими понтами. Вот. Так вы можете тоже сварить. И это тоже будет прекрасно. Друзья, все готово. Доводим воду до кипения. У меня здесь приблизительно 3 литра воды. Столовая ложка соли. Масло не добавляем. Это блюдо должно готовиться, как говорится, с пылу жару. Много ноки не кладите. Если вы положите много, то температура воды упадет. И, соответственно, слишком долго будет нагреваться. Это блюдо готовится очень и очень быстро. Как только они всплыли, все, они готовы. Отправляем в кипяток. Не быстро варится? Очень быстро варится. Так не прозевать с головой, да? Да. Соус кипит, я его выключаю. Помните, что это такое? Наш сухой желток. Мы его будем использовать. В итальянских блюдах обязательно нужно эту штуку использовать. Закрываем крышку, чтобы вода быстрее нагрелась и они быстрее приготовились. Для украшения, для подачи нашего соуса, я буду использовать перчик. Включаем плиту. Греем сковородку. Вода закипела. Сыр пикорино. Плесневый сыр. Кусочек сливочного масла. Два-три зубчика чеснока. Ой-ой-ой, красота. Плесневый сыр. Сыр пикорино. Шалфей. Вода. Мы сейчас с вами делаем эмульсию. Ноки готовы. Петрушечка. Еще немножко водички. О, боже мой, боже мой. Какая вкуснятина. А, как тебе, Анютка? Ой, не спрашивай. Просто шикарно. Все, готово. Надо бы понять, что это такое. Да, все очень быстро. Блюдо готовится очень-очень быстро. Так, попробуем. Соль. Черный перчик. Немножко еще воды. Немножко еще воды. Ну, друзья, вот такое вот замечательное, простое, но невероятно вкусное блюдо вы могли бы подать своим гостям, своим домочадцам, своим любимым друзьям, детишкам, мужьям и женам. Ну, Анютка, ты будешь первая. С удовольствием. Давай, сейчас я тебе дам. Знаешь, вот интересный очень вкус шелфея. Для меня новый. Мы же часто этого не знаем. Да, да. Ну, хрен с такой остротой. Это чувствуется. Ноки великолепные, нежнейшее. Тесто тает во рту просто. Их можно как есть с соусами, без соусов, я так думаю. Ну, здорово. Мне нравится. Великолепно. А как тебе вообще сочетание плесневый сыр? Сыр, сыр пикорино, шалфей и сам вот этот вот хрен. Общая картина. Чувствуешь, что вот что-то такое, прям вот взрыв какой-то, да? Ну, взрыв есть, конечно. И особенно выделяется хрен почему-то. Ну, понятно, он же сам по себе острый. Он же сам по себе, да. И он дает вот этот вот буйство, такой, знаете, вот остринку, перчинку, характер. Пойдем еще дальше. Так. Пока снимаешь, как раз она королю тебя. Ну, не строились. Двумя ложечками, ты меня не накормишь. Хорошо. Так, а теперь вот соусик. Вот так вот. Теперь другой аккорд. Ну, соус вкусный, очень талантный. Вот уже другая история. Уже по-другому совершенно звучит, да? Да. Вот на такой тарелочке человек может себе создавать массу-массу вкусов. Вариаций. Вкусов. Совершенно верно. Я поэтому и подал соус отдельно, а не смешал. То есть у нас с вами получается как бы два в одном. Сливочное масло с различными травушками, муравушками. И плюс еще отдельно томатный соус. Хотите, кушайте так. Хотите, кушайте так. Смешайте. О, боже, 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 какая красота. О, шикарно. Ты знаешь, хрен прям, вот жареный хрен дал вот эту копченую нотку. Дал, да. Мамма миа, это что-то. О, кислинка добавилась, томатная нотка. Это блюдо действительно невероятно яркое, простое. И доставляет прям вот эстетическое кулинарное наслаждение. На сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы узнали что-то новенькое, нашли для себя что-то интересное. Новые подписчики, добро пожаловать. Рад вас видеть в нашем веселом сообществе кулинарных энтузиастов. Ну, увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»!